Добрый вечер! Вы смотрите НТС. Это программа «Реальная экономика» и я ее ведущая Салтнат Кулебердиева. Сегодня в выпуске новости макроэкономики, прогнозы, тренды, рейтинги и недельный обзор финансовых рынков. В Кыргызстане подходит к концу масштабная декларационная кампания. И как показывают предварительные ее результаты, налогоплательщики не спешат сдавать письменные заявления о полученных в прошлом году доходах и расходах. Перед фискалами отчитались более 140 тысяч налогоплательщиков, среди которых и организации, и индивидуальные предприниматели, и простые кыргызстанцы. Хотя когда-то, как говорят эксперты, количество только юридических лиц, сдавших налоговые декларации, превышало 300 тысяч. О чем это говорит? О прекращении в отдельных случаях предпринимательской деятельности или об уходе бизнеса в тень. Не переключайтесь, вернемся к этой теме через несколько минут. Вы предприниматель? Работаете по патенту? А может быть у вас есть фермерское хозяйство или сельскохозяйственный кооператив или земельный участок, например? Или вы являетесь государственным и муниципальным служащим? Работаете в госорганах, мэрии, районных администрациях, аилокмэту? А может быть у вас имеется квартира, площадь которой превышает 80 квадратных метров? Или дом площадью от 150 квадратных метров? Или вы сдаете квартиру, дом, в аренду для проживания или для других целей? Нет? Тогда у вас точно должен быть транспорт. В общем, если вы даете положительный ответ хотя бы на один из перечисленных вопросов, значит, вам надо до 1 апреля сходить в районные управления налоговой службы и сдать единую налоговую декларацию. Это своего рода отчет о доходах и расходах за прошлый год. Если вдруг забудете или не захотите, вас могут оштрафовать на 2000 сомов. Прием декларации от юридических лиц был завершен еще 1 марта, а до конца подачи заявлений от физических лиц остались в буквальном смысле считанные часы. В последнюю категорию налогоплательщиков входит чуть ли не каждый второй кыргызстанец. Самую большую часть по неофициальным данным составляют владельцы транспортных средств, квартир, домов и земельных участков. За ними идут фермерские хозяйства свыше 300 тысяч и практически столько же индивидуальных предпринимателей. Основная масса декларантов, если верить официальной статистике, сосредоточена в регионах, где, напомним, только начались весенние полевые работы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Граждане страны ежегодно сдают единую налоговую декларацию и ежегодно сталкиваются с одной и той же проблемой – с длительной процедурой заполнения. Хорошо, если ты понимаешь все то, что заполняешь, а если нет, то налоговые органы поступают не совсем в качественно оформленные декларации. К тому же, принимая письменные заявления и заверяя их печатью, фискалы даже не проверяют правильность их заполнения. Так, не превратился ли масштабный проект в обычную формальную процедуру? Что за ним скрывается? И есть ли польза от него государству? Помогут найти ответы на обозначенные вопросы приглашенные специалисты. У нас сегодня в гостях начальник управления по доходам государственной налоговой службы страны Чинара Мамырбаева и эксперт по налогам Гульна Рускинбаева. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Чинара Самбековна, уже подходит к концу масштабная декларационная кампания. Сейчас есть необходимость в продлении сроков приема единой налоговой декларации от физических лиц. Насколько нам известно, граждане страны, особенно в регионах, не так охотно сейчас дают отчеты о своих доходах и расходах, полученных в прошлом году. И, скорее всего, это связано с тем, что весна пришла по зданиям на несколько дней. По всей видимости, люди заняты весеннеполевыми работами. В действительности все заняты своими делами, и эта у них практика выходит на последние 2-3 дня, ажиотаж среди физических лиц. Но на сегодняшний день мы из года в год применяем практику для предоставления в электронном формате, не приходя в налоговые органы, сдавать единую налоговую декларацию. Кроме того, в принципе, из года в год эта практика у нас уже дисциплинирует некоторых налогоплательщиков, что приводит к тому, что они своевременно сдают налоговую декларацию. Дежурство у нас буквально уже с 20 марта во всех налоговых органах до 12 ночи, несмотря и на праздничные дни, несмотря и на какую-либо погоду, принимается единая налоговая декларация. То, что вы сказали, сдают декларацию без проверки, это есть требование налогового кодекса, где мы принимаем все формы отчетности без обсуждения и без какого-либо исправления. То есть мы принимаем в таком виде, каком сдает налогоплательщик. Только после обработки декларации выявляем какие-либо, если есть нарушения, если есть какие-то недостатки, недочеты, то в соответствии с кодексом налогового мы уведомляем налогоплательщика в течение 10 дней исправить и предоставить уточненную налоговую декларацию. После 1 апреля в отношении тех, кто не успел сдать налоговую декларацию, то в отношении них будет действовать штраф в размере 2000 сомов? Соответственно, соответственно, с кодексом административной ответственности штраф для юридических 5000 сомов, для физических 2000 сомов. Но у нас буквально мы, как не карательный такой орган, но первые два дня, вот как-то так практика показывает, мы принимаем эти декларации, потому что, да, в действительности они тоже в таких объемах поступают. А потом, соответственно, мы буквально за 2016 год наложили на сумму порядком 4 миллионов сом административные штрафы, где-то уже более 2 миллионов сом они у нас поступили в течение 2016 года. Галина Артураровна, да, вот уже на протяжении нескольких лет действует система по приему и обработке единых налоговых деклараций, да? Как Вы считаете, она оправдала ожидания и правительства, и граждан? Ну, я бы сказала так. Для физических лиц единая налоговая декларация, она, ну, фактически ничего не дает. В общем-то, надо сказать, есть только два вычета, которые может получить физическое лицо при сдаче декларации. Это социальный вычет, то есть частичная, как бы, компенсация, да, подоходного налога, уплаченного за те расходы, которые мы несли по оплате, нахождение нашего ребенка в детском саду, там, по оплате его учебы в школе или в институте, там, или, ну, там, в среднем учебном заведении. И еще один вычет, который предоставляется, если гражданин берет ипотечный кредит, то по процентам по ипотечному кредитованию тоже есть имущественный вычет, и есть определенный, ну, как сказать, возврат удержанного подоходного налога, если его, ну, удержали работодатели. Но в целом эта декларация, она, ну, остальным людям, она не дает ничего. Это чистая нагрузка, простая административная нагрузка. То, что касается социальных и имущественных вычетов, то на сегодняшний день за 2016 год обратились, по декларациям 2015 года обратилось где-то порядком 1150 физических лиц на социальный и имущественный вычет на общую сумму 20 миллионов 800. Эта сумма немаленькая. Если говорить опять-таки о пользе возвратов по социальному и по имущественному налогу, вот как уже сказали, ну, на всю страну, ну, 1100-1200 человек, да, это при 6 миллионах. Ну, все-таки, да, то есть это не то, ради чего вообще заводить это дело, да. Поэтому я считаю, что декларации, конечно, они с одной стороны нужны, но с другой стороны надо их значительно упростить. Чинара Самбековна, вот, в начале своего выступления сказали о том, что электронный вариант, да, заполнения и подачи декларации как-то облегчил жизнь налогоплательщиков. Но в регионах большие проблемы с интернетом. Как там люди заполняют эти бланки? Учитывая то, что бланк полностью, форма, да, полностью на русском языке. Может быть, есть трудности в переводе, да, в отдельных случаях. Здесь вот как в городе жители, граждане, если они уже грамотные, может, дома где-то уже в компьютере, на калькуляторах с помощью уже заполняют, где автоматически проверяются арифметические ошибки, то, соответственно, в регионах с помощью уже самого инспектора налогу заполняются данные декларации. В большинстве случаев люди заполняют наугад, как мы это заметили. Помощи со стороны работников налоговых органов на местах нет. Мы, журналисты, тоже более-менее подготовленные специалисты, попробовали заполнить электронный вариант единой налоговой декларации. Вот что из этого вышло, давайте посмотрим. Субтитры делал DimaTorzok Правда, автоматически перейти по указанной ссылке не получается. Мы по старинке копируем и открываем ее в новой вкладке. На первой странице появляется общая информация о задачах и преимуществах единой налоговой декларации. Только спустя несколько секунд понимаешь, что надо перейти к одной из указанных ссылок. Выбираем, как заполнить декларацию физическим лицам. Обычная или упрощенная? Хм, я не знаю. Какая? Допустим, обычная. Предлагают помощь. Принимаем. Гид в общих чертах объясняет, что за форума стоит перед нами. Теперь попробуем зайти без помощи гида. Вначале кажется все понятно. Необходимо вбить личные данные, совокупный годовой доход, А дальше начинаются сложности. Персональный вычет? Что это? Вычеты на еждивенцев налогоплательщика? Нет, не понимаю. Отчисления по государственному социальному страхованию? Надо спросить у бухгалтера. Налоговая база для предоставления вычета по расходам? Налоговая база для социального вычета? Ограничения для социального вычета? Да тут надо целую формулу вывести. А внизу еще несколько приложений. Их тоже надо заполнять? Ну, знаете ли, без услуг специалистов и консультантов мне точно не обойтись. Почему все так сложно? Если говорить о единой налоговой декларации физического лица, который занимается предпринимательством, то есть частный предприниматель, его декларация сложнее декларации юридических лиц. Например, приложение номер 7, движение активов. Здесь надо, ну, заполняешь все свои доходы и заполняешь все свои расходы. Фактически, чтобы правильно заполнить это седьмое приложение, надо вести не только бухгалтерию свою, как предпринимателя, что вполне вероятно многие ведут, но многие патентщики вполне вероятно и не ведут. А еще надо вести и домашнюю бухгалтерию, потому что здесь информация и по твоим личным расходам. Часть информации, она нужна для определения, да, а сколько налогов надо заплатить. А часть информации, она не нужна. Но вы затратите время на ее поиск и, так сказать, сбор. Проще этого, я не знаю, мне кажется, уже совсем никуда не пойдет. Или, может быть, вам, как вы говорите, другим языком что-то писать. Но здесь, в принципе, максимально возможно предусмотрели. Но я не считаю, что это совсем сложно. До этого предыдущая, если вот Гульнара же скажет, да, она была намного сложнее. Налоговый ликбез не проводится на должном уровне, возможно. Ну, видите, проводить налоговый ликбез у государства просто-напросто нет денег. Если равняться на ту же Англию и Америку, у них ведение домашнего бухучета, оно где-то с века 15-го. Понимаете, там, мама, бабушка твоя, прабабушка, пра-пра-пра, они все вели, и ты уже с рождения видела вот эти книги, и к этому ты привыкла, и для тебя это вот, ну, как жизнь, да, вот как мы там делаем бешпармак, да, как делала там наша бабушка и мама. Наверное, с чего-то надо начинать. Да, но начинать надо не вот с таких вот сложных, а начинать надо с очень простых вещей. Вот в регионе для того, чтобы доехать до налоговой службы, надо приехать в другой город, потому что не во всех райцентрах, да, и не во всех поселках и селах, так сказать, есть налоговая. И если говорить о порядке заполнения, порядок заполнения для физического лица, который не занимается предпринимательской деятельностью, этот порядок почти на 40 листах, то есть его надо прочесть. А если ты частный предприниматель, вот элементарно потенщик, да, то она на 78 листах, этот порядок. То есть вы сначала прочитаете эту всю книжку. Где там все четко написано? Да, ну... На русском. На русском. На русском. Ну, в принципе, карвасчат уже есть, но я бы поспорила, да, вот некоторые вещи, вот, к сожалению, так как на калькуляторе, да, а вот сюда надо написать то-то, понимаете? И если вы не экономист по образованию, да, или не налоговый консультант, то вам надо действительно знать, да, а что вы туда должны поставить. Мы все прекрасно знаем, что налоговые органы, они расположены не в совсем просторных помещениях. Людям приходится заполнять эти бланки, людям приходится, ну, в буквальном смысле, сидеть друг на друге. Некоторые вообще стоят и ждут, пока освободится где-нибудь стульчик. Нельзя ли было разделить всех налогоплательщиков по категориям и отвести к каждой категории определенное время? Допустим, в январе сдают декларации, там, допустим, крупным предприятиям, в феврале малый и средний бизнес, в марте, допустим, владельцы машин, да, особняков и домов. Но в течение полугода вы бы принимали эти декларации. И вы бы успевали бы и разъяснять на местах. В любом случае у нас декларационная кампания, когда начинается, мы буквально начинаем эту работу проводить с ноября, с декабря месяца. Что это говорится? Это у нас внутренний приказ с выездными совещаниями, семинарами, разъяснениями для налогоплательщиков. Кроме того, в электронном формате предоставлением, если это через калькулятор, или получаешь индивидуальный код, и можешь по этим кодам тоже сдавать единую свою налоговую декларацию. Электронный вариант заполняется без электронной цифровой подписи, да, получается? Без электронной цифровой подписи, где зарегистрировал логин, пароль, обращаешься, получаешь, и, соответственно, с этим логин, паролем ты можешь давать единую налоговую декларацию. А какие-то риски есть при таком варианте заполняется? Риски, как таковых, нету, если только свой логин, пароль кому-то другому не дашь, и за тебя кто-то другой сдаст. Как такового нету. Там есть определенная программа, и вот у меня у самой есть такой логин и пароль, зайдешь, и там вот есть такая вот эмблема, что это действительно защищено, и бояться не стоит, что кто-то взломает твои персональные данные, ну и какой-то хакер, да, и получит доступ. В течение всей программы говорим о том, что есть проблемы с интернетом, что не все могут электронный вариант заполнять. А вот какие-то другие альтернативные варианты решения этой проблемы есть? Ну, альтернативно, в налоговом кодексе есть, что можно отправить по почте заказным письмом с уведомлением. Единственное, надо сохранить вот этот вот корешочек, и с тем, чтобы доказать, что вы это отправили, ну, своевременно, чтобы не получить вот этот штраф в 2000 сомов. А вот с введением декларационной кампании, да, число налогоплательщиков, которые задают единые налоговые декларации, растет из года в год? Конечно, конечно. Из года в год это растет, у нас статистика, но сейчас я по физическим лицам статистику вам не могу сказать, потому что сейчас они вот активно у нас дают. Ну, вот смотрите, до 1 марта завершился прием деклараций от юридических лиц, да, всего по данным ГНС на тот момент о своих доходах и расходах отчитались свыше 36 тысяч организаций. Это весь список юридических лиц? Ну, такую статистику, в принципе, я могу сказать, за 2015 год, в 2016 году сдали 37 727 юридических лиц декларации, то на сегодняшний день уже сдали 37 907. И кроме того, 560 с лишним юридических лиц попросили отсрочку. Вот они буквально, если их добавят, это уже порядком более 38 тысяч, это уже на тысячу с лишним больше юридических лиц сдали декларацию. Но есть и количество очень много предприятий, которые сдали по нулям, и убыточные предприятия, потому что 2016 год для очень многих организаций был тоже нелегкий, очень сложный в рамках вступления ЕАЭС и с курсом доллара, вот это вот все после 2015 года, это все повлияло на итоги 2016 года. Галина Анатольевна, налоговые органы физически смогут обработать данные всех декларантов? От того, что налоговая служба и действительно не могла переработать весь этот объем, в общем-то и, ну в том числе это одно из факторов было, что отодвигалась эта всеобщая декларация, что с одной стороны не готовы само население, и в том числе не готовы налоговые органы. Возвращаемся к началу нашей беседы, не превратился ли этот проект в обычную формальную процедуру? По вашим наблюдениям, по результатам вашего анализа, удается вывести из тени? Ну, я бы не сказала, что сложные бумаги, они не способствуют выведению из тени, а наоборот сохраняют эту тень. Для того, чтобы привлечь людей к сдаче декларации, государству надо, в общем-то, рассмотреть вопрос, ну, стимулирование, экономически стимулировать людей к тому, чтобы они заполняли декларации, издавали. Вот. Я согласна. На этой ноте давайте мы завершим нашу беседу. Спасибо вам большое за ваши ответы и за участие в нашей программе. А я напоминаю, у нас сегодня в гостях были начальник управления по доходам Государственной налоговой службы страны ЧНАР Мамырбаева и эксперт по налогам Гульнар Ускенбаева. Спасибо вам еще раз. До свидания. Вам большое спасибо. До свидания. Далее наш выпуск продолжит рубрика «Рейтинг доходов». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжаем выпуск. И прямо сейчас недельный обзор финансовых рынков. На фондовой бирже страны падает деловая активность. Отечественные предприятия, особенно промышленные, акции которых представлены на рынке, мало привлекательны для местных инвесторов. В небольших объемах было совершено несколько сделок, и все они касаются ценных бумаг либо финансовых компаний, либо фирм по предоставлению услуг. Заряд бодрости и оптимизма фондовая биржа получает пока только от рынка корпоративных облигаций. Статистика торгов и финансовый ликбез далее в нашей программе. 28 сделок с участием цен на бумаг 10 компаний, общий объем торгов свыше 38 миллионов сомов. Положительная динамика отмечена в секторе размещения корпоративных облигаций. Этим финансовым инструментом продолжает активно пользоваться и привлекать инвесторов компания «Салон Финанс» и торговый дом «Минкер Куин». На рынке перепродажи акций УБГ Инвест не теряет своей активности свыше 26 миллионов сомов и 91% от общего объема торгов. Кроме этого, более в 1 миллион сомов обошлись сделки с аксами финансовой компании «Кредитных союзов». Стоимость этих бумаг при купле-продаже не изменилась. А вот акции «Бичкек-Корулуша» подешевели до 5 сомов за экземпляр. Акции «Аэропорта Манас» до 70 сомов за штуку. В целом, индекс кыргызской фондовой биржи не изменил своего значения. Капитализация листинговых компаний на конец недели составила около 17 миллиардов сомов. Капитализация листинговых компаний на конец недели «Кредитных союзов» Капитализация листинговых компаний на конец недели «Кредитных союзов» На этом все. Вы смотрели программу «Реальная экономика» и с вами была Салтанат Кулебердиева. Спасибо, что были с нами. Увидимся ровно через неделю. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулеба